Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы попробуем немножечко прикоснуться к игре величайшего бас-гитариста всех времен и народов, короля бас-гитары без преувеличения Фли. А конкретно мы возьмем его супер-крутое соло, одно из лучших его соло, если не лучше, из альбома One Hot Minutes 95-го года Red Hot Chili Peppers. Прежде чем сесть за видео, я сыграл данную партию, наверное, раз в миллион, и не для того, чтобы решить технические вопросы или набить руку, как раз технически тут не особо сложно, на первый взгляд, это соло не особо технически прям напряжно, но здесь есть особый грув, здесь есть рельефность, есть динамика, вот этот грув Фли, который нужно прочувствовать, пропустить через сердце, через душу, через мозг, для того, чтобы осознать. Для этого приходится посидеть и подумать, поиграть, очень много, но я получил удовольствие и хочу с вами поделиться этим. Данное соло относится к таким, которые нельзя играть с серьезным лицом, одевая при этом белый халат и строя себя знаток о жизни, оно довольно хулиганское в стиле Фли, его нужно прочувствовать всем телом, нельзя просто вот сесть и... И вот так играть, это не будет, это будет обман, самообман, обман людей и прочее, это все. Здесь нужно прочувствовать и всей душой, всем телом, также поддать это все. Как это делал Фли? Иначе это будет не то, это будет не та музыка. Этот разбор я выстрою таким образом, что мы разделим соло на несколько частей и разберем их отдельно в медленном темпе, под метроном, поиграем с комментариями, объясню на что обращать внимание, какие есть сложности. Хорошо ли это или плохо, решать не мне, соло довольно короткое, оно дружелюбно к обычным людям, оно не перегружено нотами, техническим приемом, скоростью какой-то там, оно довольно в радиоформате, довольно в таком поп-фанке. Это хорошо, тем самым оно легко в освоении, оно доступно обычным музыкантам, любой может разобрать, даже новичок. Вот. Я сам люблю играть в короткие соло, когда есть какая-то недосказанность, когда ты сразу, не сразу все там козыря выкидываешь, а какую-то интригу сохраняешь, сыграл и все. И такие соло, как правило, проще придумать. Перейдем непосредственно к музыке, хватит болтать. Что касается аккордов, здесь Фли обыгрывает два аккорда, это соль и до. Довольно простая гармония, немножко от блюза она. Но он сделал это довольно интересно, довольно небанально, и чувствуется, что у человека такой пытливый ум, он посидел, подумал, записал, не просто какая-то на шару сыгранная импровизация, подготовленная соло, это видно. Первая фраза, обыграем аккорд соль и приходим в аккорд до. Довольно просто. Здесь играется закрытая позиция, то есть мы не меняем позицию руки, мы не двигаемся никуда и находим все ноты в одной позиции. Так называемый closed box, закрытая коробочка, закрытый риф, закрытая фраза. Есть открытые, когда мы меняем позицию, но в данном случае все в одном, в одном. Это облегчает жизнь, облегчает, экономит силы при игре, например, на концерте. Вот, здесь все играется в одну позицию. Далее, мы пришли в аккорд до, взяли его. Указательным пальцем, для того, чтобы сохранить, закончить фразу и сохранить эту закрытую коробку. Ну, а далее у нас идут внизу ноты, соль. Вторая фраза. Можно играть и без пула. Вот так она выглядит. Здесь мы меняем позицию, возникает еще одна позиция, так как нам надо сыграть здесь си бемоль, сыграть соль. А здесь у нас ноты блюзового лада. Много пентатоники плюс блюзовый лад еще играется. И тем самым придает вот эту минорность в мажоре. Ну, это по блюзовому. У меня как-то было видео на эту тему. И опять вернулись соль. После того, как мы вернулись соль, здесь у нас играется триоль шестнадцатая или половинка секстоли. Вот такая фраза. Соль и фа. И слайд. Слайды у некоторых людей могут в ступор вести. На самом деле ничего сложного. Это слайд на октаву. У фли таких очень много в партиях, когда он просто делает от соль до соль, например. И сразу в до приходит. Здесь сложность в том, даже не сложность, а такая рекомендация. Можно сразу, когда вы извлекли соль, желательно, чтобы, и не желательно, а важно, чтобы сразу начать двигать ноту. И в следующую долю мы должны уже прийти ритмически в следующую долю. Ровно. Раз. То есть соль у нас должна быть на октаву выше в удар метронома. Раз. Вернулись до. Аналогичная фраза. И играем хроматизм. Хроматизм. Через мертвые ноты. Здесь важно сделать рельефность. Тат-тат-тат. Так как играются мертвые ноты, они очень хорошо для этого подходят. Они делают следующую ноту ярче. Мертвая нота всегда дает толчок следующий. Выделяет ее. И тем самым появляется вот эта рельефность. Поэтому в фанке и в игре фли, и вообще у фанковых музыкантов часто можно встретить мертвые ноты. Они делают динамику. Далее мы опять возвращаемся в аккорд соль. Здесь вся сложность в том, что нужно сыграть эти слабые доли. Если включить метроном. И вернуться опять до в сильную долю. В этой фразе очень важный момент с длительностью нот. Во-первых, это слабые доли. Раз, па. На, и. И потом, далее, у нас момент с до диез и до. До диез должен быть растянутой нотой, а до короткой. Раз, раз. Раз. И опять пришли в соль. Далее мы обыгрываем аккорд до. Все так же, ничего нового. Та же фраза, что была до этого. Здесь аккорд, не аккорд, а нота фа. И через открытыми. Последняя фраза этого соло, самая сложная, самая напряженная, это является кульминацией, развязкой, все в одно. Обыгрываем аккорд соль. Эту фразу я рекомендую играть в медленном темпе, разыгрывать. В супер медленном. 70, 80, даже можно 60. Начнем. Метроном. 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 Здесь, во-первых, нужно иметь мизинец, более-менее прокачанный, для того, чтобы нормально зажать ноту соль и также сыграть все эти кварты. Это довольно сначала может показаться напряженным. Но фраза довольно фирменная. Эту фразу можно использовать в своей игре, в своих каких-то импровизациях и даже в аккомпанементах. Звучит небанально. В конце этой фразы фли делает еще неожиданно для всех и подцеп, придавая изюменности и неожиданности для людей, которые хотят это сыграть. Легкий подцеп, указательным пальцем, ноту до. Не надо тут рвать прям струну, легенький, как вам удобно. Но для этого нужно потренироваться отдельно, это нужно привыкнуть. Такие фразы не каждый день играются. И в самом конце любимая фли тема слайд, опять же, си бемоль, да, си бемоль. Тоже тренироваться. В итоге пару слов. Этот соло хорошо подойдет для людей, которые не знают, с чего начать осваивать, собственно, игру соло. Для людей, которые любят Red Hot Chili Peppers, любят фри-груфли, хотят что-то для себя из этого вынести. Для людей, которые не хотят много учить, заморачиваться. Например, многих, я знаю точно, может напрягать длинные какие-то произведения. Многие даже до конца не могут выучить. А тут короткое такое в виде этюдика, которое можно на каждый день использовать, разыгрывать его. Оно не напряжное, но при этом технически интересное. И мозг и пальцы работают. То есть, несложно, но при этом и вроде мозг не отдыхает с пальцами. То есть, очень хорошо. Подойдет для людей. Вот. Поэтому рекомендую для тех, кто не знает, с чего начать, да и вообще для повседневной практики. Далее. Это соло, вообще, это, наверное, первое соло, которое я лично сам сыграл на басу. С него, собственно, можно сказать, что я и начал. Но это было очень давно, лет 10, я уже ничего не помню с того времени. Сейчас для меня это было ностальгия. Я опять сыграл, опять получил от этого удовольствие. Опять это круто. Опять заставил сердце трепыхать перед любовью к перцам и так далее. То есть, это все круто. Рекомендую поиграть. В завершение пару слов. Во-первых, кому нужны табы, заходите в группу ВК Маю. Можете скачать. Там я сделал гитар-про файл, именно басовый соло отдельно. Велком. Второе. Скоро будет видео про фанк. Я уже собираю материал. Уже логика в мозгу выстрелилась от этого видео. Собственно, уже идея какая-то есть. Я сейчас подготавливаю материал. И будет скоро. Поэтому я знаю, что многие ждут. Судя по лайкам. Будет, будет. И это соло, собственно, к фанку тоже можно отнести. Поэтому уже можете начать разогревать пальцы. На этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Обязательно заходите в соцсети, в ВК. Подписывайтесь. Лайки ставьте, как обычно. Комментируйте. Все это круто. На этом все жизнится. Мой канал на вашем внимании. Всем любви, доброты. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!